который был кандидатом в президенты на праймерис республиканской партии, вот уже вторую кампанию подряд, и прогресс, на самом деле, очень большой удалось достигнуть. Сейчас это, фактически, было второй кандидатом, после мита Ронни. В силу некоторых субъективных и объективных вещей, ему не удалось победить Ронни на праймерис, но он достаточно старенький человек, сейчас вряд ли он пойдет на следующий праймерис, но у него есть сын, который сейчас уже является сенатором штата Кентукки и активно участвует в политической деятельности. Вот они выбрали такой путь. В России же либертарианское движение, вот у нас сейчас есть человек в Москве, активист, он гражданин США, гражданин России, он говорит, что он пришел, ему около 60 лет с чем-то, что он еще пришел к либертарианским идеям где-то в конце 70-х, в начале 80-х годов, и тогда он уехал потом в Штаты, и вот, в принципе, первые либертарианцы стали появляться из диссидентской среды в 80-х годах, потому что книжка Хаека «Дорога к рабству» обвела достаточно популярность, поэтому сам Хаек не любил слово «либертарианство», и он предпочитал, как старый, как российский профессор, оставаться в терминах классического либерализма, и слово «либертарианство» не любил. Известная наша соотечественница, товарища из США, Алиса Резенбаум, известная под именем Айн Рэнд, тоже не любила слово «либертарианство», однако ее книга «Атлант расправил плечи» во многом является художественным воплощением либертарианских идей. Не у всех либертарианцев к ней однозначные отношения, и художественная книжка достаточно тяжелая, я хочу отметить ее, тяжело читать, но она большая, толстая, есть тяжелые моменты, это не просто художественное произведение, а в чем-то даже философская книга. Соответственно, когда в конце 80-х либертарианцы появились, потом оттепели, начались политические процессы, появился вопрос, как участвовать в политической жизни. Тогда был подъем у людей, и что делать, как участвовать. Ну, тогда, например, появился Геннадий Лебедев, сейчас в Москве проводится чтение его памяти, он, к сожалению, погиб 6 лет назад, и он стал мэром Гогода Троицкого в Подмосковье, первым демократически избранным и главой там Госсовета. И чем известен город Троицк? Вот этот Горг Троицк первым вел регистрацию юридических лиц уведомительно, и там именно в начале 90-х, от 90-х годов где-то регистрируются юридические лица. Дальше Геннадий Лебедев, он был вообще учителем информатики, писал учебники по информатике, и многие вот сейчас учителя информатики до сих пор работают с его методиками, с его учебниками. Он занимался, разрабатывал приватизацию, программу приватизации порта находки, к примеру, которая является и считается одной из образцовых в плане прозрачности процедур и проведения. Также многие либертарианцы участвовали в различных ролях в команде информаторов, при этом, на самом деле, отношение к Гайдару у либертарианцев неоднозначно. Например, Андрей Николаевич Элайонов является последовательным критиком Гайдара и в своих выступлениях обоснованно доказано, почему реформы Гайдара нельзя считать успешными, почему они не являются либеральными, почему Гайдар, на самом деле, не является ни либералом, тем более не либертарианцем. Это, на самом деле, его выступления и лекции, доступно их можно почитать. Собственно, именно большой прорыв, когда Андрей Николаевич Элайонов стал советником президента, потому что именно его заслуга во многом принадлежит 13%. То есть это одно главное достижение Путина первого срока, которое имело очень большое значение и которое одно из немногих за Иване так и остается неотмененным Путиным. Однако вот в 90-х участвовали все либертарианцы, а пришли к чему мы видим Путин, завертывание гаек, регулирование экономики, множество законов. Подход не сработал, потому что либертарианцы, всегда оказываясь в меньшинстве в любой организации, невольно отказываясь играть в какие-то там аппаратные игры в той или иной организации проигрывали. Потому что есть такое понятие так называемых террориум единомышленников. И в так называемых право-либеральных партиях, типа Демвыбор, Россия, который сошел в 90-е, потом СПС, это понятие очень было сильно, и в итоге влияние либертарианцев на политику Туриной партии постепенно снижалось, пока полностью не свелось к нулю. Это многие либертарианцы ушли в бизнес, кто-то уехал, кто-то остался в России. Мы, можно сказать так, новое поколение либертарианцев, появившихся. И у нас есть люди разного возраста, есть молодые, есть уже дедушки, совершенно разные. Мы, в общем-то, сошлись и поняли, что для того, чтобы нам остаивать наши идеи, нам нужна именно министерализированная форма партии, именно партия для борьбы за власть, безусловно. Только для нас это не конец, для нас приход к власти – это не конец, а, можно сказать, только начало, причем начало тяжелой-тяжелой работы. Мы живем в сфере реальной политики, мы понимаем, что кроме нас никто наши идеи отстаивать не будет. Поэтому мы создали партию, чтобы сами бороться, перестать на кого-то надеяться в нашей жизни. Но, можно сказать, как Россия, либертарианство, как так может быть? На самом деле, вполне может быть. Потому что, если смотреть в исторической перспективе, Соединенные Штаты в последние сто лет плавно отходят от своих принципов, от свободы. И мы же за эти сто лет при всех, но и за последние двадцать особенно, сделали много шагов к свободе. Потому что сейчас, при том, что есть, безусловно, больше свободы, чем ее было двадцать пять лет назад. При этом я абсолютно понимаю не идеальную систему. Я вчера сам был у хронического суда, и все это видел, и был свидетелем. И много где я участвовал вообще за все это время, много чего видел. И сеструма, и других. Почему вообще важна либертарианская партия? Сегодня у нас в России есть левое, правое, социалисты, коммунисты. Анархо-коммунисты, на самом деле, только название, я не видел ни одного в России анархо-коммунистов, который был последователь именно Анархо. Потому что, когда мы участвовали в акциях с анархо-коммунистами, они в основном кричат «бесплатное государственное образование», чтобы там еще раз были на митингах, и Анархо, ничего в них я не видел. И вот это вот есть центризм, и есть слава и правофанг. Что происходит в политике, когда слава и правофанг? Тут, где выборы, допустим, есть. РПР, Пармаз. Относительно я, на самом деле, так и поскольку. В чем фишка в политике? Есть такая понятная центризма, которая говорит, ну, мы возьмем, мы, так называем, серединную позицию, возьмем немножко отсюда, немножко отсюда. В чем очень плохо, когда нет правофанга? Когда нет правофанга, то центр скрещен сильно сюда, сильно в него. Сейчас у нас в политике правофанга представлен очень славно. И представители правофанга намного греет, чем либертарианцы. Соответственно, сильная либертарианская партия позволит сместить центр в эту сторону. Это говорит о чем? Что сильная либертарианская партия, даже не имея большинства в Думе, будет, безусловно, влиять. Так происходит везде. Сейчас Роман Пол не победил на выборах, однако уже сейчас, раньше он один из Конгресса, из Сената выступал за аудит Федеральной резервной системы США. Это американский Центробанк, система абсолютно непрозрачная, занимающая имитированием доллара. Он был один. Вот сейчас Конгресс США в большинстве голосов принял его предложение по аудиту Федеральной резервной системы США. Дальше там посмотрим, как будет подписывать эта администрация Обама, как это пойдет дальше через Сенат. Мы посмотрим, но сейчас таких людей там уже не один человек, а столько, что решения даже будут приняты. Это показывает о том, что если либертарианцы, мы будем активно работать, то мы сместим центристское направление в одну сторону. При этом мы сейчас понимаем, что у нас сложная задача, поэтому мы политическая партия, но у нас, помимо целей борьбы за власть, есть и другие, допустим, чисто просветительские. То есть мы и партия, и просветительская организация, и think tanks в каком-то смысле. Потому что пока в России либертарианцев немного, и у нас человек может рисовать плакат, выйти на митинг, выйти на пикет, и он уже написать аналитическую записку об изменении какого-то законопроекта или же написать какой-то теоретический труд, и это может все происходить в течение одной недели. Однако сейчас вот мы имеем представительство в настоящем 39 регионах. У нас есть представители, люди, которые там заполнили ланкеты, выполнили там процедуру все, а на самом деле заявки там поступали более чем из 60 регионов. Просто люди некоторые отошли от деятельности, там 62 региона даже, я помню. Сейчас мы хотим зарегистрировать партию. Мы понимаем, что в государственной регистрации вводит много искусственных препонов, при том, что условия сильно либерализованы. При этом во многом понятен расчет власти, зачем им это нужно. Но расчет власти не значит прямую корреляцию с тем, что будет. Потому что нельзя управлять полностью реальностью и предполагаться. Никто не ожидал, что будет после 14 декабря, и в точности не мог бы сказать, что случится или происходить в течение всего года с тех пор. Мы на самом деле кажемся такими радикалами, непримиримыми. Для нас все левые, все левее нас. При этом мы законструктивное сотрудничество по общим пунктам. У нас была такая тема «Движение чаепитий», где мы протестовали против законов, ограничивающих экономическую свободу. Это был закон о торговле нашумевший, закон о лекарствах, закон о терминалах, который увеличил комиссии по платежам за телефоны в терминалах, в которых все производится. Другие, пошлины те же. И мы называли коалицию. Проводили митинги около 100 человек, максимум 120, самый большой митинг. Тогда никто не проводил больших митингов. Это было до Болотной площади. Однако тогда у нас сложилась такая здоровая коалиция по общим пунктам. Мы сотрудничали и сотрудничали со всеми по общим пунктам. Мы ни с кем не хотели объединяться, сливаться, но готовы. Находя какой-то общий пункт сотрудничный пример, мы против 282 статьи. Кто у нас выступает против 282 статьи? Националисты. Окей, мы сегодня поэтому сотрудничали. Другое. Мы там за отмену пошли. Мы сами делаем выбор. Солидарно всегда с нами сотрудничали по экономическим нашим вопросам. Окей, мы сотрудничали. Но, к сожалению, у нас в России мало идеологической политики. Те же левые, они, на самом деле, не идут до конца и не выступают за полностью обобществлением всего-всего-всего. Я таких левых не встречал. Они проводят какую-то границу на каком-то уровне, где можно что обобществить и экспроприировать экспроприатов. Это очень плохо. И сегодняшняя власть пользуется отсутствием идеологичности политики. Мы видим, например, процесс поддела «Курсерайт», который вчера завершился обвинительным переговором. И видим, что часть организации выступает за, безусловно, освобождение. В этом другая часть организации, назовем их, примерно, националисты. Многие националисты оппозиционные, они не любят Путина тоже. Они тоже против Путина. То национал-демократическая партия, другие какие-то организации, ДПНИ, они все участвовали в митинге за честный выбор, они были против Путина. Однако они выступают за приговор. С другой стороны, есть 280-я статья Конституции. Кто выступает за ее оттуда? К сожалению, многие правозащитники, так называемые, Лев Пономарьев, неизвестные правозащитники, «Солидарность» выступают против, по крайней мере, если статьи и статьи, и последовательно это доказывает. Вот дебаты были недавно у Владимира Милова с представителем правозащитного движения «Сова» по поводу 282-й статьи. И эти люди выступают против. И получается, что, когда нет последовательности, получается мешанина. И принять все решения, как в какой-то ситуации зависит от каких-то политических конъюнктур. Например, есть дело Данилу Константинову. Человек на террористических взглядах представитель Лиги обороны Москвы, обвиняется в убийстве. Единственным свидетелем в его деле является бомж, который дает ему показания. При этом у него есть алиби. Ему имениют убийство человека накануне выборов 3 декабря. Он убил человека. Процесс абсолютно политический и является таким же надуманным. Казалось бы, мы выходили на площадь, принимали список политзаключенных. Однако есть всегда правильные политзаключенные, а есть неправильные. И, к сожалению, оппозиционные тусовства, так называемые, не избавлены от того, чтобы делить политзаключенных на правильное и неправильное. Например, так называемые рукопожарные СМИ охотно назовут политзаключенных в Ходорковском. Но, например, того же Аркчеева политзаключенного не назовут. Хотя человек осужден неправосудным способом. Это не вызывает сомнений. Когда суд присяжных дважды оправдывает человека, а и только после выступления Рамзана Кадырова дело переносит военную коллегию суда и ему выносят обвинительный приговор, ни для кого не вызывает сомнений, что этот человек осужден неправосудным способом. И что невозможно оценить его виновность в таких условиях. Однако вот это вот деление, эти славые места, на которых охотно играет власть, не было бы никакого дела Пуссерайт, если была последовательная позиция. Мы не разделяем людей на Данила Константина, не участвуем в группе Пуссера во многом. Однако мы последовательно выступаем против преследования людей за их убеждения. Мы считаем, что наказывать надо агрессивное насилие. Это выражается в том, что нельзя наказывать за слова, за идеи, за политические взгляды. Наказывать ни в коем случае нельзя. К сожалению, сейчас мало в России политиков, которые бы могли сказать то же самое не кривя душой. Поэтому мы считаем, что существование либертарианской партии России будет залогом того, что такая позиция будет продвигаться. Мы участвуем в дебатах, мы дебатируем со многими движениями, мы дебатируем в антимонопольных законодательствах, с тем выбором, с теми же другими партиями. Мы получили первый опыт участия в выборах. Мы выиграли выборы в Южном Тушино, в Москве, и получили муниципального депутата для Ракичана. Это был наш первый опыт участия в выборах, и показал, что на филизового уровня можно много удалить. Сейчас мы хотим идти дальше, идти в регионы, потому что в Москве нас уже знают, мы заметили. Мы считаем, что регистрация нашей партии в этом нам поможет. Много подводных камней, много придется производить, но я думаю, у нас это получится. И с удовольствием я отвечу на ваши вопросы. Я на это не говорю. Вы поддерживаете геологию США или вы наоборот ограниченитесь? А в деле пустевая идеология меня не волнует вообще. Никаким образом, какой видишь они идеологии. Я считаю, что... А у них была идеология вообще? Они просто по маленькому. Они просто по маленькому. Феминизм, феминянин. Поэтому они не проявились. Нет, идеология у них, наверное, есть. Безусловно. Но наказывать за ненасильственные действия на такой территории их нельзя. В этом наша позиция. Мы всегда выступаем за освобождение, безусловно. И желательно еще за суд над теми, кто все это устраивает. Иллюстрация, иллюстрация. Вы можете в этом идти, да, вопрос о отношении к религии. То есть, как, вот, геология, реалии, агнириация, и как вот, скажем, бафия относится к религии вообще? ну нейтрально относится то есть у нас есть разные люди есть атеисты агностики есть верующие христиане многие либертарианцы наоборот именно выводят свою идеологию либертарианскую именно из христианских принципов например появляется аргустина блаженного что и государство нескрекленное моральным законом как мешайка разбойников если перечитать того же таму аквинского там можно найти многое из того почему писал свой любой либертарианец даже поэтому мы считаем лишь что государство не должно вмешиваться в религиозное самоопределение людей и навязывать кому-то те или иные взгляды под флагом государственной религии что это должно быть сферой частной жизни людей а там и люди развиваются то есть самый тип церкви конечно признается какая-либо как любой институт который существует отдельно обер прокурор синода это не наши темы а если верующие люди стали хотят такой институт как церковь то почему нет никакого принуждения в самом институте церкви нет то есть абсолютно там это абсолютно добровольные институты так как в россии церковь является во многом институте религированным получая те или иные льготы от государства и получают милиции на всех бюджетов и там не конечно отменивается и против этого мы снова стоят не важно сегодня вот таких вопросов не было это наверное хорошо но сейчас нам как раз задают постоянно вопросы значит про наркотики и про оружие и я вот составил список вопросов которые мне кажется на самом-то деле более интересными вопрос которые неизменно порождает либертарианской идеологии которые на мой взгляд более интересны чем наркотики и оружие а так это здесь это газ может жвачки за 1 1 вот из таких это предлагаешь заклеить это жвачкой один из таких вопросов вот как сказали нам на мой взгляд намного интереснее чем свободная продаж героин в аптеках это вопрос о частных судебных юрисдикциях наподобие скажем раввинских судов вот насколько насколько скажем минархистское государство готова именно именно государство минархистское готова мириться с таким конкурентом как суд ну наподобие с на подобие суда когда приходят к раввину люди признающие его судебную власть вот например такое отношение между минархистским государством и церковь ты можешь как-то прокомментировать любой любым институтом то есть не выделяется на суд но в частности нет нет рассмотреть на киска предполагает что суды все-таки остаются остаются монополии государя но тем не менее нет проблем и кажется интересно она существует или горит конкуренция между минархистским государственным судом в общем-то монопольным и вот такими вот юрисдикциями скажем религиозного хоростром бизнеса до прикидки диктечит это не будет а не было очень это не прошу реальность это на одни поддежавки что вот если если люди добровольно подписываются они хотят что они хотят жить по шриару добровольно тут есть такая книжка хорошая в чем-то на руках по этой цепи как он будет быть нереалит это вопрос общины вот таких различных в том числе на архатоммунистических он универтарянское общество не общество универтарянство это общество где все смогут жить так как им нравится если вопрос там единственные условия существования различных общин шариатских и прочее свобода выхода за дальше то есть если человек может выйти в эту общину и он то есть таким образом присутствует в той или иной общине и делать это добровольно то он может жить по шариату он может жить по коммунизму но не навязывая никого этих принципов на себе если человек может потом свободно выйти пожалуйста а если человек ты родился здесь и здесь шариат и ты будешь жить по законам шариата поэтому то безусловно либертарианцы против можно а я есть проблема гуманитарного сферского свойства и защитники и говорят о том что девочки в этих семьях воспитываются просвещение они не имеют свободы выбора предначально то есть там они говорят как раз об эксплуатации женщины о том что она не находится в неравном положении мужчины и это неравенство гендерное неравенство оно воспроизводится через просвещение а так вроде бы да все добровольно это община сама а тут проблема она какая-то проблема может быть есть но на самом деле даже сейчас в тоталитарных общинах даже сейчас люди женщины в саудовской арабе умудряются как-то приходить к каким-то выводам и пытаться свободно перевести даже сейчас ну вот смотри вот есть пример в Турции да где достаточно очень жестко сверху государство насаждало и Турция это мусульманская страна там светская государство да если там ограничение носения петчат есть пример там Ирана где государство наоборот уже сверху насаждает обязанная женщина носить вот так вот петчат да по-разному и сейчас вот мой пример Египте который стал вроде бы демократическим да мы можем так и вроде действительно они повели демократический выбор конкурентный выбор и сейчас есть угроза исламизации то что женщина может попасть в таком положении ты это понимаешь да то есть я например не могу однозначно ответить на этот вопрос как вот быть с этим в смысле ну мусульманская страна вот община и сами определились но нет сомнений что там есть свободы выборов для женщин там безусловно там на самом деле много есть ограничений по поводу того а вот с этим ограничением если по рот то ограничение которые останутся на уровне семьи в случае не навязанных через государство там будет на самом деле много проблем будет решено и мне кажется что это такой проблемой просто сейчас нет таких примеров мне кажется что это такой проблемой не будет если это останется только на уровне семьи такая проблема и одна вообще вот эта проблема потому что бунт против семьи он психологически как он заложен человек на определенном уровне отделения от родителей или ребенка от родителей он в любой общине при любом строе любом воспитании рано или поздно происходит отделение ребенка от родителей и какие бы идеи не проповедовали там женщине у нее произойдет в случае желания и того у нее конечно произойдет отделение и сейчас особенно при наличии интернета найти альтернативные источники и морально сласовские там чтобы найти ополу мне кажется Андрей я говорю не только в шариате но я говорю что в группе тоже ничего не будет заходить в случае санкций или в нем не ответить в данном общении вот стычка шариата почему на самом деле именно его государством навязан вот главный факт потому что шариат на уровне семьи это достаточно тяжело представить при существовании гражданского качества шариат на уровне семьи особенно в плане насильственных действий в связи с смертной казнью убивание камнями там за измену или что-то еще существовать мне кажется не будет это проблема с детьми и с отсутствием выбора и с навязыванием вообще проблема вечна у нас например есть общий знакомый насколько я помню у него были очень серьезные претензии к родителям что они для него выбрали русский а не украинский язык то есть он читал это актом вопиющего насилия что-то вот короткий вопрос в блог вот в Франции и Турции это практика ограничение и ношение региональных силов в публичных местах позиций вообще политика такая же жесткая регулярная политика нет безусловно ограничивать не стоит тем более мы сейчас видим что это наоборот во Франции привык к радикализации и запрет привык сильной радикализации организаций исландских радикалов я думаю они еще на парламентских выборах через какое-то время организуются сильную политическую силу еще покажут себя в той же франции в том прогноз есть сколько нам времени для того чтобы регулярные людей в России в том прогноз тут на самом деле в чем дело нельзя проснуться спать спать потом бах проснуться в либертарианстве на следующий день нельзя за один день сделать либертарианские продукты мы наступаем за тренд мы хотим чтобы был тренд чтобы постепенно идти по этому пути не на один день отменить все государство пенсионеры и сделать либертарианские рамы мы хотим плавно реформировать мы допустим не хотим там завтра прийти и уничтожить поведительную государственную пенсию мы уступаем за то что вот этот институт сворачивается плавно в частности сейчас мы развернули пенсионную компанию которая заключается в том что уже действующим пенсионерам и людям определенного возраста которые уже значительную часть большую часть своей жировоззрительности провели поработали им оставить их пенсионное накопление и решить эту проблему пенсионного фонда приватизация государственной собственности но при этом тем кто только начинается трудовой путь дать свободу чтобы они сами решали что им делать отменить пенсионную пенсию чтобы люди решали может быть им завести детей и инвестировать эти деньги в детей инвестировать в их образование чтобы когда люди составятся их дети могли их обеспечивать либо отказывать банк кто-то скажет золото надежней в людей людям доверять опасно ну множество стратегий может быть поэтому мы считаем что тут важно именно идти в пути сейчас мы не идем по этому пути риской идем в другую сторону поэтому мы хотим задавать правду вопрос вопрос а сейчас мы именно именно я понимаю что репатрианцы они открепленные отдельные начинания даже правовым режимом суд готовы поддержать какие начинания государства вы готовы поддержать то что чем занимается государство нельзя делать абсолютно черный абсолютно нельзя быть все время против всего по поводу первого сейчас мы готовимся к проведению учредительного съезда который пройдет 4 ноября в Москве и соответственно оформляем делегатов по два человека от 42 миллионов минимум нужные вот сейчас этим занимаемся набираем делегатов и регистрируем там юридические формальности соблюдаем что потом будет полгода на регистрации отделений в местных мини-юстах и потом собственно говоря тут есть много там на самом деле подводных камней мы видим на примере того же день выбора что мы там придрались таким придирком но тут мы внимательно к этому подходим и мы не спешим и там не бежали вперед по провозу регистрироваться когда там все еще на следующий день после вступления закона по поводу какие бы действия введем путина могли бы поддержать из последних я на самом деле вспомнить можно вспомнить относительно с многими оговорками вступления России в ВТО сейчас из того что есть вот у нас кстати во вторник в Москве будет дискуссионный клуб там пригласили экспертов по международной торговле там будем спорить обсуждать этот вопрос там на самом деле либертарианцев тоже они однозначно отношения к ВТО потому что ВТО это не воспринимать в итоге организацию свободной торговли как мы ее хотим видеть нельзя но безусловно для России это именно если говорить про тренд то это шаг в том направлении шаг и постепенно и сразу больше будет свободы в торговле ВТО и это последнее из того что я могу вспомнить из того что можно поддержать режимы Путина 13 процентов можно поддержать которые были введены в 2001 году по-моему так что вот то что из последнего Путина не ведет поддержать что-то сложно но мы считаем как при каких условиях поддержать если будет сочетаться с принципом запрета на агрессивное насилие либо стремление и приближение к этому принципу то есть понятно сразу ничего не будет если это будет шаг в том направлении то безусловно надо поддерживать это а если это будет то есть мы там против Путина понятно мы там участвуем в митингах но конструктивный подход тоже нужен безусловно то есть не просто там огульно быть против всего-всего-всего если вдруг неожиданно какие-то меры будут приниматься безусловно нужно их поддерживать потому что меры которые подвигают нас к запрету агрессивного насилия и к этому действу они являются естественными для человека и таким образом это не какая-то там высшедорованная привилегия а это возвращение к естественному причине вещей снять ограничения безусловно то есть проводится это надо поддерживать а возможен ли выход власти оставаться во власти трудная партия при таких нечестных выборах ну понятно что при нечестных выборах университетская партия в Думе не пройдет но с другой стороны то есть ситуация когда придется университетской партии когда мы будем участвовать в этих выборах я думаю что этот вопрос уже будет при этом в региональных компаниях мы вот в южном тушне победили и сейчас мы будем участвовать не на в регионах не на тех выборах которые будут 14 октября а те которые будут в марте следующего года там я думаю у нас по многим регионам есть хороший шанс участвовать по Хабаровскому краю на проход в областную Думу поэтому мне кажется что вполне в регионы а на федеральном уровне конечно нужно менять систему и при такой системе подсчетов шансов нет ни у кого не 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 а и поэтому продолжая разговор Виталия первых вопросов хотел бы задать вам три вопроса во первых как все таки вы формулируете относитесь к национальному вопросу национальный вопрос он предлагает свободное национальное основное определение и прочее какие то там национальные границы выделения выход из государства это первый вопрос второй вопрос все таки я бы попросил вас сформулировать цель кратко цель нашей партии это второй вопрос и третий вопрос сможете ли вы сформулировать и предложить для нашего государства национальные идеи именно национальные идеи или вы считаете что она вообще не должна быть как таковой национальной идеей а должна оперироваться какими-то общеглобальными мировыми имперальными ценностями а национальный вопрос вопрос на самом деле такой многих одни права и предупреждает кто-то говорит вот вопрос мигрантов в частности национальный вопрос это вверху шказни есть такой известный для нас сильный философ мыслит как Фредерин Бастиан и у него есть такой коротенький коротенький крестьян называется что видно чего не видно национальный вопрос вопрос именно из серии что видно чего не видно мы смотрим глубже откуда возникают эти национальные вопросы они возникают именно из социального государства вопрос мигрантов это вопрос прежде всего налогообложения и вопрос еще раз того может ли рабочая сила национального происхождения конкурировать между собой почему сейчас мигранты не платят налог у нас в России которые сейчас 3-4% естественно что они будут выигрывать решение поэтому мы считаем и мы кронники частной собственности демокративники собственности государства соответственно кто решает пускать или не пускать собственник территории есть парадокс общей собственности можно ли демократическим путем решить то он пускай на территории довольно много государств и является ли каждый человек на одну 140-миллионную часть акционером территории государства нет и в таком постановке вопрос конечно не является потому что во-первых во многом вопрос налогов во-вторых вопрос принудительного изъятия денег на которые государство дает на объекты собственности он не может решаться таким образом как решать вопрос такой пока собственность является государством а не патрианцы любят называть государственную собственность еще общей или ничейной собственность потому что невозможно установить конкретного собственника государство не является субъектом государство тоже конкретные люди что это собственность чиновников конечно никто с этим не согласится что это собственный конкретный чиновник поэтому мы выступаем за приватизацию а вот когда будет введена приватизация мы выступаем за свободу частной дискриминации. То есть, вот если собственник там территории говорит, я не хочу, чтобы в моем кафе или на моей земле были нервы. Окей, нормально. Вполне нормально. И вот я говорю, не хочу, чтобы у меня, вот у нас есть люди, которые говорят, я вот если в Катей веду ресторан, где напишу, там, типа, люди без очков не обслуживаются. Вполне нормально. Вот мы как раз против навязанной толерантности, которая сейчас там процветает на Западе, где там различные такие вещи есть. Поэтому главный вопрос – вопрос, в первую очередь, частной собственности. Мы считаем, что если будет как можно больше частной собственности, как можно меньше общей, вопрос вот отпадет сам с собой. И мы не считаем, что, типа, ну вот это сложно, давайте так, нет. Тут решать нужно именно этот вопрос. Потому что сначала возникший вопрос – давайте людей с другой стороны. Потом, даже мы сейчас в 90-е видели, когда ингушей изгоняли из пригородного района Владикавказа, потом на уровне региона, потом на уровне улиц, на уровне дворов. Лучше давайте решать корень проблем, потому что иначе именно, если мы пойдем по этому пути, это будет то, что там Гопс называл «Войной всех против всех», когда там владелец квартиры не будет пускать там против политической клетки, там кого-то, потому что он считает, что это своя, а тот, другой считает, что это его. Наша цель партии – мы хотим прийти в органы государственной власти для того, чтобы постепенно уменьшать эту государственную власть, уменьшать пределы, отменять законы. Мы считаем, что чем меньше у нас будет законов в России, тем жить будет проще. Поэтому наша позиция – это будет такая метода. Первые годы, когда мы получим влияние какой-то права, у нас будет чисто такие, мне кажется, негативистская повязка, т.е. мы будем отменять имеющиеся законы, т.е. мы будем устранять эти препоны. И это займет очень много времени, потому что законов в России очень… А национальные идеи, да, национальные идеи – это сложный такой конструкт нематериальный, национальные идеи и стремление к свободе, ну, мне кажется, это универсальная идея, поэтому тут идея для потенциальности, там, к русским свободы – это свободы для всех, как бы. Поэтому для нас национальная идея наша, ну, наша идеология – это принцип запрета агрессивного насилия. Для нас это… Если это станет потенциальной идеей для России, то мы приложим все, чтобы она стала методом такой. А вы реально считаете русскому человеку очень меньше доходить, чтобы он лучше? Ну, конечно. Очень интересно, потому что это ваша политическая позиция или ваша личная позиция? Это моя морально-этическая, личная политическая позиция. Я же не могу рассчитывать свою личность и сказать, где моя политическая позиция, а где… А где моя политическая? А где моя политическая? А где моя политическая? У нас все политические. Я не живу там до шести, я говорю, политик, после как частное лицо, после шести, а потом мы как сразу еще. Нет, у меня одна позиция у политики человека. Я узкую, я узкую. Ну, еще можно еще вопрос? Давай, хорошо, а вот те, которые задавали предыдущему вашему коллеге, вопрос по поводу целей экономической экономики? Понятный вопрос. Во-первых, конечно, общий рынок. Мы считаем, что выгода для граждан России в свободе торговли не оставляет в снижении ценностей товаров и в получении конкурентных преимуществ в новых отраслях. Экономики, где мы сможем закупать дешевое сырье, в частности, в стране. Ну, там по этому поводу есть многие работы, которые описывают процессы, как работает свобода торговли, где кажется, там, вот наша будет конкурентная промышленность, все закроется, люди останутся без работы, не на чем будут потупать, всем банкротятся и уйдут. Нет, такого не будет. Потому что такое возможно только в том случае, если люди просто не захотят работать. Мы не будем работать. А если люди хотят работать, они найдут международное разделение труда, сферу специализации, где те люди смогут работать эффективно. Но при этом вот национальный подход, что нам нужно быть первым по всему. Нам нужно и машины делать, и зерно выращивать, и все, все, все. Нет, безусловно нет, в современном мире ни одна страна не может жить без участия международного рынка, ни одна страна в мире не живет так. Поэтому попытки ввести целенные ограничения, они мешают естественному процессу выделения тех или иных эффективных и неэффективных собственников-производителей. Потому что вся природа кризисов построена на протекционизмах и принудительной помощи налогообложения. Все кризисы сегодня возникают именно из-за этого, из-за того, что невозможен экономический расчет. Экономический расчет невозможен потому, что государство вмешивается и регулирует экономику, регулирует через пошлины, через налоги, через принятие, регулирующее законодательное существенное принудительное лицензирование. В частности, и очень главный момент – существование Центрального Банка. К сожалению, люди сегодня, многие забыли о том, что деньги – это такой же товар. Поэтому именно через институт Центрального Банка производится одно из самых больших государственных вмешательств в экономику. Выдача кредитов, ничем не обеспеченных, напечатанных денег банкам, которые потом выдают эти деньги собственным под заниженный процент, заставляет людей хуже думать. Суды, управляющий банк, если у него есть деньги, которые он не заработал, а получил сверху напечатанных, он меньше думает о том, как эффективно их вложить. Дает их под заниженный процент, под заведом многие проекты, которые не будут реализованы. Поэтому мы видим в США недостроенные дома, брошенные, выданные под заведомыми. Потому что ставки сначала выгодны, а потом все равно приходится платить в банк, денег не хватает. В результате возникает бум, после бума возникает кризис и кризис. Ладно, кризис дали бы всему обновиться экономика, умереть неестественным производителем, но происходит после падения новое заливание денег в экономику, там Бен Бернанке раскидывает деньги с вертолета и запускается новый цикл. И вот эти экономические циклы сейчас в мировой экономике происходят. И поэтому мы стоим сейчас на пороге вообще кризиса института социального государства. В мире, в Европе особенно, мы видим старение населения и видим, что сейчас социальные обязательства государства взяты чрезмерно. И в ближайшие перспективы, вот есть Юрий Кознецов, который говорит, что ну максимум 10 лет, института жить максимум 10 лет потом, на его место будет что-то другое. Мегатарианцы хотят видеть, что это будет минимальное государство, но точно это не будет модель современного государства, потому что такая система перераспределения чрезмерного государства не перестает работать. Все встает, потому что число еждивенцев постепенно становится больше числа рабочих. А когда еждивенцев больше, то рано или поздно деньги, деньги не те, которые напечатаны государством, естественно, в понимании, как разработанные ресурсы, кончатся, их не хватит. Вопрос ещё, можно последний? Как раз провокационный можно вот так? Ну конечно. Вот я немножко бы заикнулась. А что вы будете делать, вы уже придя, скажем, к власти, скажем, с людьми, которые захотят работать? Ну просто. И не будет большинство. Кто-то не хотят, кто-то будет первым человеком на церковь. Отлично. Ну это конечно нация мазохизма, то есть люди не хотят работать, хорошо. На что они будут жить? Ну мало на что. А где-то чего-то как-то свобода или да? Ну отлично. Так это и есть работа. Это хорошо. Где-то что-то как-то – это тоже работа. А не работа – это сидение на печи, выпрашивание денег на социальных пособий. Социальных пособий не будет. Социальных пособий не будет. Принудительных государственных социальных пособий не будет. Будет добровольное социальное страхование, будут благотворительные фонды, которые будут содержать интервьюспособных. Будут леценаты, я думаю, будет общество инвалидов, будут товары изготовлены общественными инвалидами, розетками и прочие тоже будут и будут пользоваться таким же способом, как пользуются сейчас. А пенсии-то будут? Добровольные, только добровольные. Я просто напомнил ситуацию, с которой я столкнулся в Грузии, там очень часто таксисты, они, значит, ностальгируют по советским временам, потому что в советское время у всех была работа. И вот я впервые, кстати, в жизни столкнулся с тем, что вот с таким пониманием, что работа – это не когда ты зарабатываешь, а когда ты числишься где-то. То есть, я спрашиваю, вы мало зарабатываете на такси? Нет, хорошо, и жена, там, в отпуск куда-то ездит, и я езжу. Но работы-то нет. Вот это вот удивительное. И по поводу национального вопроса, может быть, я прослушал, есть такой момент, он косвенно связан с национальным вопросом, защитой, так называемой защитой национального развития. Как сказать, не производить, а защитой национальных наемных работников от иммигрантов. Здесь есть вот такой момент, о котором иногда забывают, хотя, в общем-то, он лежит на поверхности, что мотивом, да, таким вот благим намерением, для которого, ну, в числе прочего, вводят, я сейчас даже не беру в какой-то момент ксенофобии, да, вот таким экономическим благим намерением, которым, там, известно, куда вымчена дорога, для ограничения на иммиграцию является поддержание высокого уровня зарплаты местных наемных рабочих. При этом абсолютно забывают, что частный бизнес, он всегда имеет склонность мигрировать туда, где рабочие требуют зарплаты пониже. То есть эти ограничения на миграцию, якобы, ну, может быть, даже и, которые искренне заблуждающиеся чиновники вводят для защиты местных рабочих, они заканчиваются в экстремальных случаях тем, что просто уходят работодатели из страны, и люди остаются без работы совсем. Здесь вот такой есть тоже неприятный момент. Еще вопрос, национальный, скажем, вопрос очень обширный такой, и, конечно, здесь, может, еще коснулись, чуть-чуть, просто не пропасли. Ну, скажем, там есть такое понятие, как государственный язык. Вы, как правишь, государственный язык может быть, любовь, татарский, украинский, у нас есть, у нас, скажем, азербайджанский. А какую, для чего нужно государство? Государственный язык может быть, для того, чтобы документы государства отпечатывались по данным… вы вообще говорите, что по переписке никакого государства говорили в каком хочешь языке, ну, как в Миловской, так сказать, вообще не забрали. — На каком языке литературянский закон закон? — Да, на каком языке этот закон закон? — У нас вопрос в России такой не стоит. Когда русский язык приведет языком, который знает 99,9% населения, поэтому, безусловно, на русском при этом ничего не мешает переводить людям добровольно на все остальные любые языки. — Но они его знают, зачем? Потому что они его принудительно, что ли? А вот отменили это. — Я понимаю, что они его принудительно покупают. — Я не думаю, что русский язык многие учат, потому что это принудительно, да? — Знаете, у нас есть глубинки в России, где русского не знают. — Есть на Кавказе, есть в национальных республиках, есть люди, реально. — Да, в национальных республиках. — Там, я бы не рассказал, что Диел есть, там, Марк Барк, представьте, Марк Барк, есть марквинские и целые диреки, как и сквозь Китая. — Чисто на русском. И даже изъясняется очень дело. — Вы знаете, ну, а больше бы у нас когда-то система оборудования. — Те люди в законах, я думаю, тоже... — Среди отчуждения различных национальных. — Почему они всегда были отчуждены? — Российские бюджеты, да, благотаря. — Я уверен, потому что эти люди говорят о нем от рождения. — Люди говорят о рождении на русском языке, и это будет для них выбраться русский язык, как качественный язык, который может учиться. — А школы, безусловно, должны быть тоже частыми. — Люди любят те, как они говорят, что школы должны быть платные. — Нет, школы должны быть частыми, при этом они могут быть вполне бесплатными. И существование частных бесплатных школ в той же Америке очень много. — А что они содержатся? — А деньги меценатов и очень хорошие школы, кстати, частные, иезуистские школы, в США частные, и они намного выше уровня, чем государственные, чем государственные. — Почему в США правоучастные это лучше быть? — Кто-то, скажет, сильной стороной, принято считается, а государство, сильное государство, имеется это как орудие, считается, что возможность концентрации ресурсов, в том числе и денежных, и заводчиков, каким-то угодно в одном направлении, считается, что это сильный стран. — Каким образом будет решаться через какие-то фонды? — Я считаю, что, когда деньги складываются в добровольных конструкторах в этом направлении, это эффективнее, когда государство выбирает какой-то путь развития, и считать, что вот сейчас рванем по молоку и мясу. Мы, допустим, зарежем всех коров, рванем по мясу, но молоко отставим. Вот этот вот принудительный подход метод. Экономическая предпринимательская функция в том состоит, что предприниматель, рискуя своими деньгами, своим трудом, своими ресурсами, будет действовать эффективнее, как правило. При этом, безусловно, возможны ошибки. Но цена ошибки, когда это ошибка предпринимателя какого-то, за нее платит такой предприниматель. За ошибки государства платят кто угодно, но не государственный человек. За это платят налогоплательщики, все остальные, но человек не будет платить за свои решения. Поэтому и продуманность этих решений будет, как правило, меньше. То есть, собственники настолько сознательно, что они, значит, там, свои прибыли, да, я вот решаю, что вот, да. Концидент, безусловно, да. Создаются флот и люди добровольно в этот флот. Кажется, сколько может, ну, фон научных исследований. Ну, это невозможно. Концидентальные науки, я имею в виду. Да, там огромные деньги, огромные вложения на полет, грубо говоря. Это даже сейчас. Есть сейчас крупнейшая в мире научная премия. Это Мильдеровская премия, премия Юрия Мильдера, который сделал состояние, там, в Mail.ru, в ВКонтакте университет, в Фейсбуке. И это сейчас крупнейшая научная премия фундаментальных исследований в физике. Больше, чем Нобелевская. На частный день. А вот, ну, премия, это, конечно, хорошо. А, по Вашему мнению, государство динонсирует, наверное, вообще не вас? Нет. Совсем? Нет, конечно. Академия наук – это всё праздник? Академия наук, безусловно, должна быть праздник. А как государственный государственный. Добровольный вполне может быть. А возраст какое образование? Только частные возрасты? Только частные возрасты. Только частные. Все? Все, конечно. Потому что, как, что значит, все. Иначе возникает двойственная струк. Когда государство, там, именно… Государство одновременно является и субъектом, который основает правила для ВУЗов, и одновременно организует какие-либо темные ВУЗы. Почему сейчас, допустим, плохо гаснет в России частные школы? Или, допустим, частные ВУЗы, сейчас мы видим во многом, это как бы ВУЗы, которые продают дипломы. Очень мало в России хороших частных ВУЗов. Они есть, есть там. Но их мало. Почему? Потому что вот этот институт государственного регулирования, подтверждение статуса аккредитации, все такое. Государство, естественно, свои ВУЗы поставит в более выигрышное положение, чем ВУЗы частные. Потому что у него есть поведение. Быть одновременно занимательным модом, установить законы, которые регулируют образование. И одновременно организовывать ВУЗы. Двойственная функция на свойстве везде. Вот сегодня надо бороться. Государство не должно быть одновременно и игроком на этом рынке, и арбитром. Такого в футболе вы понимаете, что игрок и арбитр – это разные. Вы попытались примитивно, я бы сказал, брать политические анализы. Примитивно, мы совсем бесполезны, конечно. И вот стрелочки у вас указывают, что создание вашей партии, значит, как вы сами играете, не пойдет в правый фланг. Мне кажется, вы ошибает. Создание, вот такой представительный порядок у нас, как раз создание большого количества партий, в том числе и ваших, в данный 2 августа и у Владовской области уже 20 новых партий. Не здесь 20? Не здесь 20? Не здесь 20. Не здесь 20? Не здесь 20. Не здесь 20. Не здесь 20. Не здесь 20. Мне кажется ли вам, что вы не 20, потому что я знаю организации, которые классно выполняют кремлевские указания по созданию вот такого большого, огромного количества партий, которые просто растащат глаза правого фланга, а вы будете отбирать от него партназа, яблок и другие. Они в Единой России, если они приходят в точку. И вы тем самым действительно получаете какой-то некрасный террористский кончик, что ли, вправо. Конечно, мы выступаем за участие в региональных органах, но в частности сейчас… Не запрещены. Списки можно списки. Можно списки. Мы сейчас видим, что, допустим, в Саратовской области будет единый список. В Краснодарском крае будет единый список. А во многих других областях будет единый список. И это никак не мешает. Поэтому никак дробить… Конечно, они намеренно ставили там запрет формальный на избирательные блоки. Естественно, это непонятная их мотивация. Но это не значит, что они правы. И они так создадутся много партий, создание самих партий, добираемых людей, которые очень плохого в них. Бороться за то, чтобы вернуть полностью, если есть ограничение по избирательным блокам, безусловно, надо. По поводу отчетыния процентов я выступаю именно на региональные органы. Я считаю, что мы самостоятельно на первых наших компаниях участвуем не именно так, как партий, а не будем. А входить в блоки, объединяться с тем же тем выбором, с каким у нас хорошего отношения, с тем же, например, пармаз, я буду по многим регионам, по общим пунктам, будем садиться за стол, передовольные системы, передовольные и по поводу одноморданников также договариваются. Мне кажется, что люди добровольно, хорошо, донут отпор. Пока, как я вижу, везде нигде не было такой проблемы, чтобы возникла сполерская сила, силы. Там Багнала, там он это серьёзно где не восхит. Сразу пять партий создали в центре Богдана. Я думаю, больше. В том числе и вам сколько-то. Я думаю, намного больше, чем пять партий. Я знаю, здесь его пять и партий. Народная партия. Я права бы не говорю, да? Народная партия. Я предлагаю уже как бы двигаться дальше. Давайте. А вот попросим. Ну давайте всем дадим, да. Вы мне не дадим, а вообще не всё. У нас сколько получается. Мы даже сейчас от Евгеньев потом скажем. Значит, всё-таки, да, и вы же сами вот, так сказать, знаете, я даже записывал некоторые фразы просто. Говорили, что, например, вот в Америке люди, так сказать, к вашим взглядам не контактируют по каким-то вопросам, и, так говоря, через республиканскую партию. Да? Ну что? Там другая система совершенно партии. Почему же вам даже не пробивать ваши какие-то идеи через ту же республиканскую партию бородаться? Отлично. Нужно признавать вот это, не помогать к ревлю, так сказать. Я понял вопрос абсолютно разной политической системы. В партии в Американской, в Томинге, в Российской абсолютно разные системы. Сколько членов в Американской партии США? Там через столовик 20 человек. Там другая система, другой веще. В России партия, централизованная структура там, позаканатистская, по многому. Слишком зарегулированная. Слишком зарегулированная. Поэтому такая система в России не сработает. Там партии, существуют свои партии, там, это, идеологические прыжки, там две партии, там ничего не показать, поэтому у вас, естественно, а по поводу сотрудничества, я говорю, мы сотрудничаем, зачем-то внутри, если у нас идеи отличаются, у нас просто другие идеи, а у нас отличаются, там есть серьезные люди, противоречивые. 100% никогда не будет сотрудничать. Мы хотим, мы хотим сотрудничать. Зачем для этого обвиняться в одну организацию? Для этого мы можем создавать блог на выбор. Илья Сергеевич, в 2005 год, в 2005 год, я напоминаю, было 144 партии, имеющие право участие было, участвовал в Испании, в 42 часа. Там, говорят, чёрт официально, там не было, часть у всех этих действий. В этот год не было блога, Совет правых сил шел по спискам, картинные списки, почему вы говорите? Рекистивился? Нет, в 2005 год. Сейчас создавайтесь, а он блокируется нельзя. Даже сейчас этот запрет можно обратить. Это уже сложнее. Ну и пора, что она, безусловно, с этим запретом. Они, типа, вот есть запрет, поэтому мы так называли, а есть проект еще крупный запрет. И второе. Вот я основатель демократической партии России в той, в 90-х годах, в 10-х годах. Так у нас вот ваши идеи. Там они были. Вы же наши молодые в то время, в 90-х годах. Я думаю, что у вас очень молодые. И среди наших, тех же первых членов ДПР, очень много делиберальных взглядов. Очень, я помню. Через 7-х годах. Но не кажется ли вам, что в России, в России эта страна все-таки в социал-демократическое направленность? И вот постепенно вот эти партии, где там прессы, где выборы России, там еще несколько было, но все не будут вычислять, они как-то постепенно начали сдвигаться. Вот эта регионализация вот этой социал-демократии. Я считаю, что нет такой объективной заданности, какая-то там страна была социал-демократическая партии либеральная. Даже мне кажется, что то, что это произошло, это естественно просто выбор конкретных людей, конкретных исторических обстоятельств. Они выглядят так же. Почему? Там можно говорить различные объяснения. Но в конечном счете это их выбор, а не потому, что там объективно задано, что наша страна социал-демократическая не приемлет никаких ценностей. Социал-демократическая? Социал-демократическая. Нет, я так не считаю. Я считаю, что если ошибки были, мы сейчас, у нас есть ваш опыт, поэтому мы, используя его, будем, я считаю, критично подходя, использовать его, и более, мне кажется, эффективно у нас может получиться сейчас это продвигать. Потому что на самом деле сильно все поменялось, интернет все поменялось. И все-таки создание класса относительно обеспечения среднего класса в России тоже поможет нам. Какой-то конфликт был? Может быть, Московский, Петербургский, какие-то разные партии в России? Конфликты, болезнь и роста всегда есть. В Акропартии небольшая, есть личные конфликты, которые могут появляться. Но сейчас у нас довольно сильное петербургское отделение, то есть там много людей. А разделились сначала на личном плане, а потом появилось, на самом деле, идеологическое разделение. То есть сейчас те люди, как и раньше, они себя называют правыми консерваторами и стараются двигаться некоторые витальянские деньги именно под правоконсервативным каким-то соусом. И мне кажется, это довольно странно. Но сейчас, в основном, такая организация уже конкуривающая не существует, а есть вполне успешные, там, радио Ирлона ФМ. Ну, радио хорошее, получается. Можем только искать спасибо. Давайте не будем забывать темпы, я предлагаю...